Спасибо большое за приглашение, за возможность участвовать в таком замечательном мероприятии. И действительно, мой доклад психоэмоциональной аспекты хирургического лечения, ну, возможно, немножко разбавит столь серьезные темы, возможно, наоборот, усугубит. Стоит понимать, что любое хирургическое вмешательство, которым подвергаются наши пациенты, это стресс. То есть даже в состоянии полного расслабления спящий человек испытывает стресс, а уж тем более попадая в руки к нам. И, по сути, любые реакции, которые человек испытывает и проявляет в период госпитализации и проведения ему хирургического лечения, они, в принципе, нормальны. Для нас самым главным является определить тот момент, как мы можем организовать свою работу и пребывание пациента, получая медицинскую помощь в нашем учреждении, оптимальную, с минимальными негативными последствиями с точки зрения и психологии, врача и психологии пациента. Особенности хирургического пациента и самый главный факт является таким, что любой терапевтический пациент, он адаптируется к своему состоянию настоящему. То есть он болеет длительно и адаптируется исключительно к нему. То есть, по сути, это такой человек, который катается на колесе обозрения, и даже небольшое его ускорение, то есть усугубление его состояния, и оно его особо не выбивает из колеи. Хирургический пациент – это пациент, который вообще не планировал кататься на каруселях, а попал, в принципе, на свободное падение. И для него этот стресс, он, собственно, заставляет адаптироваться именно к будущему своему состоянию. Особую группу составляют именно наши пациенты. Пациенты с заболеванием молочной железы, и эстетические, и онкологические пациенты, потому как молочная железа является социально и сексуально важным органом. И психологические аспекты нашей хирургии, они приводят к тому, что проблемы семьи, проблемы сексуальности, проблемы восприятия себя, и даже восприятие нарушения деперсонализационной расстройства и нарушение восприятия схемы собственного тела, они выходят на первый план у наших пациенток. Существует достаточно четкая градация у пациентов, подвергающихся хирургическому лечению, между их психоэмоциональным состоянием до хирургического лечения, с тем, с чем мы столкнемся после проведения ему операции. Основными проявлениями операционного стресса проявляется тревога. И вот парадоксальный тот момент, что люди с крайне низким уровнем тревоги, с которым мы можем встретиться, они достаточно оптимистически настроены на хирургическое вмешательство, отрицают послеоперационный дискомфорт. Вот с ними мы сталкиваемся, вот такой ящик Пандоры, который в итоге в послеоперационном периоде даст как раз агрессивность, болезненные раздражения и то, что мы выйдем с вами в момент главными врагами народа. Это чаще всего невротики со сверхконтролем, которые замаскировали себя и вышли на низкий уровень тревоги. Либо это, собственно, психически здоровые люди, но крайне чувствительные к внешней стимуляции. Оптимальной золотой серединой является именно умеренно выраженная тревога, потому как не волноваться люди не могут. И именно это самые комфортные пациенты, с которыми нам приходится сталкиваться. И как в любой ситуации, каждая крайняя точка является опасной и ненормальной. Высокая тревога, постоянное эмоциональное напряжение тоже зачастую приводит к тому, что мы столкнемся с такими пациентами с психоэмоциональными проблемами в послеоперационном периоде. Замечательные психологи Тичнер и Левин сформировали три постулата адекватной адаптации реагирования на хирургический стресс. Эффективная адаптация, которая предрасполагает в том, что мы, скажем так, должны с самого начала нашей консультации предоставить максимально комфортные условия психологические для наших пациентов. Для того, чтобы его адаптация была эффективна, нам нужно сделать так, чтобы пациент не постоянно чувствовал какую-то стабильность, а чтобы все наше лечение, оно показывало ему какой-то прогресс оптимальный, к которому мы придем. И на это будет влиять изначально, с какой стратегией пришел к нам пациент. Существует две группы. Это пациенты, которые избегают неудачи, пациенты, настроенные на достижение успеха. Эта группа не была бы хуже, и группы, которые лучше пусть будет хуже, чем терпеть то, что есть. Чаще всего в группе, у которых пусть будет хуже, чем терпеть то, что есть, ситуация на самом деле намного лучше. Вот эти все факторы будут приводить к тому, что мы с вами будем сталкиваться и избирать подходы для снижения негативного исхода нашего лечения, учитывая как раз еще и психологические типы наших пациентов. Это достаточно обширный будет объем информации, но я на нем сильно не буду останавливаться. На самом деле я разделил здесь пациентов на идеальных условий, на непроблемных и проблемных. По сути, здесь по этим типам мы можем распределить то, насколько адекватно мы можем воспринимать и общаться с этими пациентами. С идеальным пациентом мы можем говорить практически на равных, плюс-минус, чаще всего гармоничные оргопатические типы, это высокоинтеллектуально развитые люди, с ними достаточно спокойно можно разговаривать, объясняя достаточно четко. Условно непроблемные пациенты чаще требуют либо нашего поведения из серии материнского ухода, либо разговора взрослый-взрослый. И проблемные пациенты, ипохондричные, неврастенические, меланхолические, это пациенты, которые требуют крайне четкого индивидуального подхода и крайне высокий риск того, что они доставят нам какие-то проблемы уже после проведенного им лечения. Не стоит забывать про то, что все мы подвержены эффекту Даринга-Крюгера, как врачи, так и пациенты. Он заключается в том, что люди с недостаточной квалификацией, они не способны распознать свои ошибки и истинно верят в то, что они делают совершенно правильно. Не от того, что они просто не видят, что они делают неправильно. И наоборот, высококвалифицированные люди не могут высоко оценить свои качества и чаще всего занижают. И вот, согласно этой графе, самые худшие явления происходят, собственно, когда все находятся на пике тупости, и врач, и пациент. Вот в это явление, на самом деле, происходит, в этот момент происходит только то, что нас ведет судьба, как говорится. Постепенно, обучая и себя, и пациента, мы с вами должны выйти по тропе просветления на плато силы, и именно в этот момент мы будем достигать максимально качественных результатов как со стороны хирургии, так и со стороны психологического комфорта пациента. Зачастую при общении с пациентами мы не всегда, понятно, одной ли дорогой мы с ними идем, потому что, несмотря на то, что цель у нас всегда выздоровление пациента, сохранение, улучшение качества жизни и врача, и пациента, мы сталкиваемся с конфликтными ситуациями, которые отодвигают все наше лечение на задний план. И чаще всего сталкивается, когда у нас складываются две основные проблемы. Это пропущенные черные метки, которые мы должны были распознать с вами на этапе знакомства с пациентом, а также неспособность адекватно донести нашу информацию, доступную для него. То есть мы не определили психотип и основной канал восприятия пациенток, либо есть пробел в коммуникативных навыках у врача. После чего мы при комбинации этих методов получаем недовольство пациента либо результатом, либо процессом лечения, либо непониманием, либо нежеланием понимать того, что вообще врач ей говорит. Черные метки, о которых я упомянул, это очевидные признаки потенциально недовольного и заведомо сложного пациента. К ним относятся поливалентная аллергия, чаще всего на незначительные, либо надуманные реакции на уровне ощущений, но с очень значительным списком у пациентов. Прием большого количества препаратов, особенно успокоительных антидепрессантов, обилие натуропатических методов, попыток лечения, привязка вашей консультации, операции к лунным суткам, движению звезд, уже проводимые консультации у трех и более реконструктивных и пластических хирургов, причем чаще всего эти консультации, их результат их не удовлетворил. Двойная фамилия, фамилия через дефис, выдуманная фамилия, не по объективным причинам. Длительный список уже перенесенных эстетических операций, актрисы, модели, психологи и психиатры, те специальности, которые также будут эмоционально сложные и могут доставить нам проблемы. Если вас рекомендовали ваши товарищи, соперники, друзья, длинный список печатных вопросов, которые чаще повторяются и в смысловой, и в буквенной интерпретации, она показывает вам стопку фотографий супермоделей, либо свои фотографии юности с целью тех результатов, которые они хотели бы достичь после операции. Она открыто приносит обвинения в адрес ваших коллег на консультации. Пациенты из некоторых других городов, которые имеют качественных хирургов и классные центры медицинские, которые летели именно к вам, опять же, возможно, по рекомендации ваших соперников, друзей и товарищей. Тучные пациентки, которые хотят очень маленькую грудь, суперхудые пациентки, которые хотят очень большую грудь, пациентки, которые искренне верят, что после хирургии не будет никаких шрамов, и пациентки, которым, когда вы показываете результаты своих хирургических операций, задают вопрос, когда вы планируете делать ей вообще операцию пластическую, либо реконструктивную. Для того, чтобы минимизировать уже после определения этих черных меток, собственно, риски, нам нужно определить основной канал восприятия и давать этим пациентам по нужному каналу вашу информацию, потому что иногда они вас просто не слышат. Собственно, этих пациентов можно разделить по НЛП на три группы аудиалы, они воспринимают слова, шорохи, звуки, они запоминают. Их часто можно определить по их фразам из неслыханной дела. Я это слышала, мне это говорили, я пропустила все мимо ушей. Они обычно болтливы, им нравится высказывать свои собственные мнения, они любят, когда их слушают, доверяют внутреннему голосу, об этом они вам обязательно скажут, высоко чувствительны к тону общению, запоминают, как доктор на них накричал. Во время слушания опускают взгляд, стрессе занимают телефонную позу и чаще звонят, либо присылают аудиосообщения. Визуалы. Они воспринимают зрительные образы, они замечают, запоминают краски, одежду, окрас кабинета. Они просят вас посмотреть ваши анализы, посмотрите диск, посмотрите. Они упоминают, употребляют часто фразы «ясное дело, я не хочу на это смотреть, только не показывайте мне фотографии». Они воспринимают информацию на глаз, чаще просят показать картинки, фотографии, им нужно смотреть, чтобы слышать, и чаще они лучше приедут и будут с вами лично смотреть на вас и говорить, чем общаться с сообщениями. Часто общаются с фотосообщениями, с фотографиями обследования. Кинесесты. Это пациенты, которые воспринимают тактильно этот мир. Они чувствуют тепло, могут запоминать ту атмосферу, которая была в момент консультации вашей, либо в момент обследования. Я была на маммографии, там такая была замечательная атмосфера. То есть они очень чувствительны, любят тесный контакт, часто не соблюдают дистанцию со врачом, очень близко присаживаются. Любят натуральные ткани, очень для них важен процесс записи информации. Они сами будут писать, сами будут трогать имплант, сами будут трогать, собственно, бюстгальтеры и прочие. Словно к текстовым сообщениям. Собственно, как только мы разобрались, определили с вами черные метки, определили канал восприятия, нам оптимально структурировать нашу консультацию. Чтобы не заостряться на этом слайде, проделана огромная работа нашими коллегами, разработана на Калгари Кембриджское руководство по навыкам общения с пациентами. И, к счастью, теперь эта книга есть в переводе. Поэтому всем, на самом деле, обязательно к прочтению. После того, что мы можем, собственно, структурировать и улучшить свои навыки общения с пациентами, если вдруг этот факт пробежал мимо нас. Когда пациент плохо отзывается о каждом из ваших предыдущих коллег, будьте бдительны, возможно, вы будете следующим. Замечательную фразу, которую совершенно недавно я обнаружил, которую можно смело говорить. Если вы сомневаетесь между мной и моей коллегой, я вас очень прошу не выбирать меня. Если уже случилось то, что случилось, не нужно отстреливать этих пациентов, нужно предупредить и предотвратить стрельбу их по вам. Нужно проводить с этими пациентами максимально много времени. Они действительно потребуют от вас максимально больше времени. Показывайте максимально часто им фотографии до операции, при каждой возможности. Чаще всего это помогает. Держите, как говорится, друзей близко, врагов еще ближе, какими бы сложными и болезненными для вас эти отношения не были. В наш век, в век масс-медиа и соцсетей нет большей беды, чем обиженный и недовольный пациент с интернетом. Парадокс в том, что если вы выявили такого пациента и максимально стараетесь от него избавиться, вероятнее всего это убедит его в том, что он хочет лечиться только у вас. Поэтому максимально важно распознать черные метки и нереалистичные ожидания уже на первой консультации. Потратить больше времени до операции, как бы тяжело вам это не давалось. И если вы пропустили сигнал и все-таки прооперировали этого пациента, старайтесь держаться до выписки максимально близко к нему. Три ключевых пункта в хирургии молочной железы, к которым мы пришли сейчас. Хирургия груди скорее искусство, чем наука. То, как вы справляетесь со сложными пациентками, зачастую важнее ваших хирургических умений. Чем больше вы занимаетесь онкопластической или конструктивной пластической хирургией груди, тем больше вам придется проходить тернистый путь от хирурга к психиатру. Что делать, если все произошло? Слушать, проявлять эмпатию, никогда не делать то, что вы считаете порочным с медицинской точки зрения. Не делайте дуракам умных операций. Определите проблемного пациента на самом раннем этапе. Учите себя, учите пациента. Идите по тропе мудрости к плату знанию. И старайтесь максимально потратить много времени, указать на все сложности до того, как вы их прооперируете. Определите основной канал восприятия, чтобы пациент понимал, что вы говорите. Структурируйте консультацию. И не бойтесь отказать. Не идите на поводу, но прислушивайтесь. Спасибо. Продолжение следует...